Здравствуйте! Если у вас на экране появилось вот такое изображение, голубой цвет или заставка, и клавиатура не реагирует, нажатие на клавиши ни слева, ни справа, вот, всё щёлкаем, ничего нету. Первым делом давайте проверим, включен ли у нас проводник. Вызываем диспетчер задач. Это Ctrl, Shift и SQ, это первый вариант. И можно другой вариант ещё вызвать, Ctrl, Alt, Delete. И здесь тоже запустить диспетчер задач. Любым вариантом мы это воспользуемся. Нажимаем файл, новая задача, выполнить. И здесь мы прописываем Explorer.exe. Вот так мы прописываем Explorer.exe. Прописали. Нажимаем ОК. Если у нас после этого значки не появились, теперь правой клавишей мыши нажимаем, вид. И здесь смотрим, отображать значки рабочего стола. Если галочка здесь не стоит, соответственно, значки никакие не появятся. Проставляем здесь галочку. Проставили. Вуаля. Значки у нас появились. Это простое решение, как восстановить значки или ярлыки на рабочий стол. Но есть и более сложное решение. Если нам это не помогло, то необходимо нам откатить систему на заднее число. Или, так сказать, восстановление системы задним числом. Сейчас я закрою опять проводник. Итак, если у нас первый вариант не помог, если при первом варианте у нас значки не появились, вызываем опять диспетчер задач. Ctrl, Shift и SQ. Вызвали. Здесь нажимаем File. Новая задача. Здесь прописываем другое. Ctrl, панель. Вот так вот пишем. Ctrl, панель. Написали. ОК. Появилась у нас панель управления. Здесь находим, где написано восстановление. Нажимаем. Запуск восстановления системы. Нажимаем. Нажимаем Далее. Из-за этих мест, когда восстанавливаются новые точки, вставляем любую дату, при которой мы уверены, что на эту дату у нас исправно работал компьютер. Если значков здесь мало, здесь еще ставим галочку. Показывать другие точки восстановления. Выбираем из числа, что у нас есть. Нажимаем Далее. И у нас будет идти восстановление системы или откат системы на заднее число. Если и это не помогло. Еще есть один вариант. Вариантов есть много. Нажимаем клавиши Ctrl, Alt, Delete. В правом углу здесь есть такой параметры завершения работы. Нажимаем на треугольник. И делаем перезагрузку. Сделали перезагрузку. Значки должны отображаться. Если и после этого значки у нас не отображаются. Если и это нам не помогло. Теперь вызываем диспетчер задач так же, как и раньше вызывали. Любым способом. Ctrl, Shift и Esc. Нажимаем файл. Новая задача. И здесь мы прописываем Regedit. Regedit. Вот так. Нажимаем ОК. Здесь открываем такой ключ. Until Local Machine. Дальше открываем Software. Открыли. Опускаемся ниже и ищем Microsoft. Открываем. Опускаемся ниже и ищем Windows NT. Открываем. Здесь открываем Current Version. Открыли. Опускаемся ниже WinLogin. Ищем. Вот WinLogin. Нажимаем. Смотрим справа и ищем строку, где написано Shell. И здесь должно быть прописано Explorer.exe. Если у нас здесь прописано другое значение. Выделяем правой клавишей мыши. Изменить. И здесь прописываем значение Explorer.exe. То я удаляем и прописываем это значение. ОК. Написали. Закрываем всё. Делаем перезагрузку компьютера. И значки у нас должны появиться на рабочем столе. Вуаля. Все значки на рабочем столе. Я думаю, что достаточно этих вариантов, которые были показаны здесь, для того, чтобы появились у нас значки на рабочем столе. Подписываемся на мой канал, чтобы быть в курсе о добавлении мною новых интересных видео. До свидания.